Я хочу обратить ваше внимание, вот здесь вот у нас есть фотографии, да, какой-то и артерии, и жизни, которые там реально живой происходило, потому что это было действительно очень уникальное место, которое было, и я надеюсь, еще будет, да, уникальное место, которое связано с очень разнородной деятельностью, да, связано с театральными проектами, связано с музыкальными проектами, причем самого разного рода, да, там, но в диапазоне от фольклора до авангарда, главное, что все ниши между ними тоже были заполнены, да, это художественная мастерская, да, это творческая мастерская, где постоянно рождались новые идеи, где было реальное общение и реальная живая жизнь, то есть это не просто сцена, да, куда приходили люди и выступали, это действительно творческая мастерская, такая вот лаборатория, где рождалось очень много нового, важного, интересного, и я хочу сказать, почему это, на это надо обратить внимание, почему это очень важно нам сегодня, потому что сегодня в Москве, в России вообще, да, в Москве еще больше относительно возможностей, сложилась такая ситуация, что фактически искусству развиваться очень тяжело, особенно с циническим искусством, потому что все возможности, которые перед ними стоят, это фактически два пути. Один путь это в рестораны и бары, где это такой гарнир, который где-то на заднем фоне существует, но вот люди пьют, едят, где-то что-то. И затем это какие-то просто такие вот большие монстры организации, такие очень заформализованные, где очень редко может существовать какая-то вот живая творческая жизнь, но чаще там существует жизнь, да, там существует жизнь коммерческая, там существует жизнь, собственно, формальная, да, и никакой живой жизни нет. И артерия в этом плане была одним из немногих уникальных примеров, где все получилось, который сам по себе был не просто там каким-то свидетельством, он был символом того, что это в принципе в сегодняшней жизни все-таки возможно. И это символ нам очень важно сохранить. И мне очень хотелось бы сказать по ключевым пунктам, которые сегодня еще не прозвучали, но которые очень важны, да, опять же, в этой ситуации. То есть то, что происходит в СДР, я думаю, все уже примерно поняли. Да, те претензии, которые предъявляются конкретно артерии, да, и конкретно они не кибри, как и руководителю. То, что она некомпетентна, то, что она не справилась, то, что она довела там артерию, каменный зал до какого-то не такого состояния, что, очевидно, ложь по всем пунктам, да, мы можем обратиться к тем же фото и посмотреть, что там было на самом деле. И главное, что там это несостоятельно в творческом отношении, это, ну, настолько неправда, там, для меня, как искусствоведа, как культуролога, для любого человека, который туда приходил, мы понимаем, что вот Нина не просто справилась, да, с задачей, которую она справилась настолько блестяще и настолько не в пример всем тем людям, которые пытаются ее выживать, которые вроде поставлены с той же целью, да, поддерживать культуру. Они поставлены с этой целью, мы не видим, что там происходит, мы слышим, вот, что происходит. Это культура? Нет, это не культура, да. А то, что происходило в артерии, огромное количество событий, огромное количество людей, которые приходили и любили зрители, огромное количество артистов, которые в этом участвовали, и сейчас у нас есть множество, да, письм защиту, там, от многих очень, да, весомых деятелей в искусстве, которые мы можем предъявить, которые говорят о том, что на самом деле вот там-то и была та самая жизнь искусства, которая вообще-то должна быть в центре. И если сейчас все произойдет так, как произойдет, то есть артерии выселят, там откроется какой-нибудь очередной магазин, ресторан, или не знаю что, мы не можем этого утверждать, но ситуация складывается тенденциозно. — Даже если не указан очередной отдел центре, который для отчета создан, то у меня лично будут очень большие вопросы к этому, потому что это такой мир, который нам сейчас не только, это частный пример, но очень характерный. Это такой мир, который нам сейчас вообще выстраивают со всех сторон. Мир вот этих офисов, магазинов, ресторанов, каких-то там государственных учреждений для отчетности. И вот если будущая культура наша будет выглядеть так, то я не хочу такого будущего ни для себя, ни для своих детей, ни для кого из нас. И если артерия сейчас проиграет, это будет на самом деле не поражение Нины Кибрик, это будет не поражение управления ЦДРИ и тех людей, которые... — Это будет действительно поражение всех нас, потому что это наша страна, наш город, это наша культура. Это наша культура, которая таким образом у нас отбирает, решает ли возможности дальнейшего его реального существования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова